вообще непонятно мы с вами живем когда все это есть еще нам и интернет всевышний добавил у нас есть даже и интернет интернета вообще никогда не было даже 20 лет назад еще там это 30 лет назад не было интернета у нас уже есть поэтому поэтому конечно нам очень сильно повезло да очень нам сильно повезло что что мы живем такое замечательное время так секундочку мне нужно сделать еще одну техническую манипуляцию начать запись я думаю что мы с вами увидим еще чудеса такие которые даже мы себе не представляем как не представляли наши родители что будет интернет вообще они даже не представляли что можно будет вот так вот сидеть в любой точке мира и смотреть маленькую коробочку на то как какой-то человек в иерусалиме в режиме реального времени рассказывает древнюю мудрость древнюю мудрость торы и принципе если бы знали наши учителя в школе в советской школе что мы будем изучать тору из иерусалима они бы в жизни бы не поверили они сказали бы нет это просто какое-то сумасшествие а мы видим что она все происходит что мы отсюда понимаем мы отсюда понимаем что никто не знает что будет дальше это исходная предпосылка которая очень важна ее прямо как это аксиома все предсказания которые делают предсказатели они все это и фантазии просто и фантазии и наши же предсказания о будущем они это тоже наши фантазии да а что является реальностью вот ходы что хорошего месяца что сейчас новая луна новолуние опять луна новая все вот так оно все продолжается новолуния полнолуния уходит луна опять новолуния как сказал царь сам он в экклезиасте он говорит что все говорит повторяется поколение приходит поколение уходит и а земля остается так он сказал и вот тут в этот момент как раз тоже это 2 аксиома что что мы слишком держимся за за свои предположения о том как она будет за сегодняшний день а по факту поколение приходит поколение уходит надо держаться за свою душу за свою душу которая бессмертная которая вечная и как раз вот в душу вкладывать хорошо но мы сейчас изучаем конкретный цикл увеличиваем радость сейчас время месяц а дар есть указание торр и что в месяц а дар увеличивают в радости и мы значит увеличиваем радости все это очень просто кого слушаться в этом мире я всевышнего хочу слушаться то есть не когда люди они ну мы уже сейчас выяснили что люди мало что знают а всевышний тоже бог творец мироздания сейчас мы изучаем как увеличивать радости и в этой книге которую мы изучаем рон вар вабер вабер его зовут значит он очень правильно подходит это такой методика есть в изучении разных предметов когда ты хочешь что-то достигнуть сейчас мы как раз идем к достижению радости мы вначале узнаем какие могут быть препятствия чтобы эти препятствия преодолеть есть такая методика сейчас кстати в достижении цели это самая научно доказанная методика которая называется воп дабл ю оу оу пи вилл это как желание твое оу это ауткам ты видишь конечный результат и потом оу это обстаклс препятствия ты смотришь на все препятствия которые могут тебе прийти по ходу дела к твоей цели и на каждое препятствие ты пишешь если то если так будет то я сделаю так если так то я сделала так и он как раз по этой же методике он нам пишет что если ты решил быть радостным да ты решил ты понял ты осознал что радость это прекрасное состояние которое свидетельствует что у тебя все выстроено правильно и мы стремимся к радости которая не зависит от других потому что если другом меня как-то развеселил или обрадовал то это не значит что я выстроил свою радость правильно а если я все время радостный изнутри то тогда это значит я выстроил свою радость правильно и он нам показывает что у человека лишает вот этой радости это вначале барьера которые лишают радости первый был барьер который решает лишает радости это барьер животное сущность человека как только я ухожу управление рептильный мозг или мозг млекопитающего то сразу же этот мозг он склоняется как человек который едет на велосипеде в горку если он перестает крутить педали то велосипед тормозит и едет обратно также человек если он направленным усилием не не старается себя перенаправить на радость то на автомате его его жизнь как бы катится вниз причем это интересно я тоже думал на эту тему у детей у маленьких детей у них они же тоже на вот этом вот животном таком приводе пока у них нет еще развитого интеллекта который у взрослого человека управляет всеми его эмоциями состояниями у маленького ребенка есть дети у которых природа более радостные они более веселятся или там котята есть более ныть эти такие да но в общем все равно у них очень резко меняется чуть-чуть порадовался из-за внешней причины больше хочет кушать или что он тут же начинает плакать то есть у ребенка как и у животных эмоциональная сфера она очень зависит от внешних факторов и она очень такая мобильная да то есть на очень быстро шевелится но в общем она больше склонена к негативу это был первый барьер то есть я который не старается быть радостным и не не осознанно не занимается с собой в направлении радости если он пускает свою жизнь на самотек то он и опускает в состояние отсутствия радости ему будет плохо это был первый барьер второй был барьер значит трой был барьер это сравнение как только человек начинает себя сравнивать с окружающими людьми в этот момент он ворует у себя радость почему потому что во-первых окружающие люди никогда не будут показывать тебе свои плохие качества все особенно сейчас мы смотрим в соцсетях все в соцсетях приукрашивают свою жизнь знаете какая рыбаки которые с рыбалки пришли и один рыба говорит я на прошлой рыбалке поймал щуку там метр пятьдесят второй а я сама поймал там два метра а третий сидит пока они уже выпили он говорит а я на прошлой рыбалке вытащил говорит золотой канделябр на 12 свечей и свечи горят они такие на него смотрят говорят ну ладно мы по метру уберем от своих рыб но ты свечи хотя бы погаси так вот в инстаграме это как раз вот этот анекдот это прям про инстаграм свечи хотя бы погаси что все вот эти вот рассказы вау вау там все это все значит такая иллюзия но это иллюзия сравнение у человека обычно воруют его радость потому что мозг он говорит ну а ты-то что и он значит начинает расстраиваться как будто его жизнь плохая у соседа трава зеленее значит и так далее теперь третий третий барьер который воруют у людей радость третий барьер который воруют радость у людей это барьер который называется случай случай так он его и назвал то что случается события почему события воруют радость у человека потому что потому что события они же не под контролем обычного человека то есть события они вот происходят они Много событий в мире, много людей вокруг, все время все происходит, и человек это не контролирует. Теперь у человека есть свойство, у большинства людей, пытаться впихнуть реальность в свой план. Причем есть жесткие на этом люди такие, педанты, они называются, такое некрасивое название, педанты. Тора говорит, что жизнь педанта не жизнь, потому что у него будет постоянно все нарушаться, все его педантичные правила. Кто-то менее педант, и он более гибкий, и он более умеет принимать, но тем не менее, все равно у него есть правила и ожидания. И когда происходит жизнь, которая управляется другими людьми, которая в итоге управляется все Всевышним через других людей, то это ворует у человека состояние радости, потому что он постоянно попадает в стресс. Я хочу так, а оно по-другому. Я хочу так, а оно по-другому. Понятно, да, это идея? Хорошо, теперь мы пришли к четвертому, что ворует у человека радость. И он говорит, четвертое, что ворует у человека радость, это то, что он чувствует себя, наверите такое слово, курбан, жертва. То, что он себя чувствует жертвой обстоятельств, жертвой людей, и когда человек жертва, он ощущает, что у него нет свободы выбора, то он себя чувствует в этот момент очень плохо, да? Значит, сейчас, секундочку. Он себя чувствует очень плохо в такие моменты человек, и... Это у нас есть уже четвертый способ, как люди теряют радость. Значит, давайте разберемся. Он пишет, вот приходит ко мне пара, муж с женой. Жена говорит, я так не могу с ним больше жить, он мало зарабатывает, он не обеспечивает нашу семью. К этому раввину пришли, который эту книжку пишет. Муж такой сидит, говорит, послушайте, я просто не могу в таких условиях нормально жить. Она меня всегда критикует, она меня заставляет ей по дому помогать, она меня пилит, у меня нет возможности устроиться на нормальную работу, уехать. Она все время там... В общем, она себя ощущает жертвой обстоятельств, что ей муж неудачный попался. А он ему говорит, нет, проблема не в этом. Проблема в том, что вы себя чувствуете оба жертвами. Хотя у вас есть у каждого, каждую минуту времени возможность выбирать, что вы будете делать. И в итоге все равно вы выбираете. И отказ от выбора, это тоже выбор. Когда человек скидывает с себя ответственность за свою жизнь, когда он перекладывает ответственность за свое настроение, за свою жизнь, за свои успехи, за свое все, на правительство, на своего партнера, на кого-то еще, то в этот момент он, с одной стороны, он чувствует себя жертвой. Он, типа, я беспомощный, ну что я могу сделать здесь? С другой стороны, он имеет выбор, да? Он имеет, не выбор, он имеет выгоду из этого, большую выгоду. Какую выгоду он имеет? Он говорит, а что я могу сделать? Я ничего не могу сделать. Все, я, он с себя снимает ответственность. Он говорит, а я же ничего не могу сделать. Все, они виноваты. Да, мне плохо. Я ничего не могу сделать, но ему и делать ничего не надо. Раз он же сказал, я ничего не могу сделать. Вот. Теперь он говорит такую вещь, что радость, и тут я эту подчеркнул фразу, очень глубокая мысль. Он говорит, значит, вот этот вот идкарбанут, ну, то есть, наяврите, это жертвенность вот такая, да? Это объявление себя жертвой. Это подчинение себя временем и случаем. То есть, ты говоришь, я всегда следствие, у меня нет выбора. Я все время являюсь следствием того, что происходит вокруг. А раз у меня нет выбора никакого, да, то тогда что? Тогда, с одной стороны, человеку плохо. Он создан выбирающим. И он себя обманывает, это тоже был его выбор. Когда он сказал, что я ничего не могу сделать, это тоже был его выбор. С другой стороны, то есть, он себя чувствует ужасно, я жертва. Но, с другой стороны, он себя чувствует удобно, потому что все вокруг виноваты, ему ничего не надо делать. Он как бы сидит и он говорит, ну, а что я могу сделать? Теперь, когда-то я, когда начинал свой путь, написал книгу «Десять заповедей успеха». Я пытался понять, а как вообще в этой жизни выбраться из ямы? То есть, ты живешь, у тебя нет там, я как раз тогда приехал в Израиль, новая страна, у меня не было денег, вообще не было. Я учился в Яшиве, новый язык, то есть, новый вообще жизненный путь, то, чем я раньше занимался, я не хотел этим заниматься. А в будущем, мне уже было 30 лет, ну, то есть, очень была такая сложная ситуация. Я начал искать, изучать, 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 как мыслят люди, которые достигают в жизни успеха. А я смотрел на успех, как на достижение цели. То есть, мне казалось, что человек, который достигает цели, он и есть успешный. И я, значит, начал изучать, и первое, ну, то есть, я сразу находил лучших тренеров. И лучший тренер, это был Стивен Кови, всем навыкам высокоэффективных людей. И он, первый его навык был, назвался он проактивность. То есть, стань человеком, который живет, который выбирает. Человеком, который выбирает, и не будь реактивным, не будь следствием того, что происходит снаружи. То есть, живи изнутри, да, ты всегда выбираешь. Это был его, вот, первый навык проактивность. Я изучил его книгу, значит, очень много занимался, тренировался, еще учился, там, и так далее. Написал свою книгу. И первое, 10 заповедей успеха, книга, первая заповедь, называлась «Возьми ответственность». То есть, осознают такую вещь, что даже если ты говоришь, что я не могу выбирать, это тоже твой выбор. Все, что ты делаешь, это твой выбор. И когда ты осознаешь вот эту вот невероятную, это факт, что ты выбираешь всегда, как относиться к вещам, как реагировать. Ты выбираешь, что тебе делать в следующей минуте, ты выбираешь, что тебе делать в следующий день. И когда ты говоришь, я не могу, например, там, вот я на этой работе работаю, что я могу сделать? Ты можешь уйти с этой работы, ты можешь вечерами учиться, ты можешь вообще просто уйти, там, я не знаю, в монастырь, или стать, уйти в поход, в кругосветное путешествие. Миллион вариантов, то есть, каждый человек у него миллион вариантов. Это только внешних действий миллион вариантов. А внутренней реакции, еще два миллиона вариантов, потому что ты, значит, можешь... Знаете, есть анекдот, когда один человек, он был очень, очень был такой в депрессии, вообще все. И второй его встречает на улице и говорит, что случилось? Он говорит, да, вообще, ты понимаешь, я полностью жертва, жизнь разрушена. Я не могу, у меня вообще все в жизни не ладится. У меня там с женой развелся, значит, работу потерял, в неприятности с милицией, там, со всеми сужусь. И у меня на нервной почве, говорит, еще и НРС развелся. Я еще начал по ночам, говорит, писаться. Второй ему говорит, да, слушай, у тебя, конечно, вообще проблем столько, он говорит. Ну, корень-то всех проблем, это психология, психологическое состояние. Ты давай, говорит, вот тебе психолога одного, значит, координаты, иди к нему, он тебе поможет поменять психологическое состояние. Он говорит, да, как можно поменять психологическое состояние? А он ему говорит, очень просто, говорит, все, иди, значит, он тебе поможет. Встречаются они через некоторое время, тот идет такой прямо в плечи расправленный, веселый, улыбается, радостный. Тот его встречает, говорит, о, ну что, помог тебе психолог? Он говорит, ты знаешь, говорит, очень помог. А это они встретились буквально на следующий день. А тот его спрашивает, а как он тебе помог? Ну, то есть, что у тебя в жизни изменилось за один день? Он говорит, ты понимаешь, говорит, внешне пока ничего не изменилось, но теперь я всем этим горжусь, что я в такой ситуации могу выстоять и победить. Он говорит, поменялось мое отношение реально кардинально к этой во всей истории. То есть, покаместь, все остальное будет последствия, потому что, когда человек начинает в этих, самые сильные люди, они проходят самые большие испытания. Теперь, ну, испытания на иврите, это слово не сайон, да, это как не сайон, это, с одной стороны, оно похоже на нес, на чудо, да, когда человек проходит, он говорит, да я чудом спасся. А что значит, я чудом спасся? И он начинает верить, что есть чудеса, что есть Бог, он может его спасти. Другой говорит, я не чудом спасся, я понимаю, что во мне такая сила, что я вообще просто там терминатор. О, тоже хорошая мысль. То есть, в любом случае, испытание его подняло и изменило. Значит, он здесь пишет, что когда человек осознает, что у него всегда есть выбор, он поднимается над временем и над событиями. То есть, он становится сильнее, он как бы выныривает из всего этого, вот этого вот бурлящего, какого-то совершенно неконтролируемого потока событий людей, которые он не контролирует. И выныривает даже еще из потока информации, которую в него качают СМИ там и так далее. Я вчера разговаривал с одной девушкой, она уехала из Израиля. И она уехала из Израиля и говорит, тут война, я не могу, все там, все. Я говорю, послушай, вот тут живет в Израиле 8 миллионов человек или 9 миллионов человек живет. И, ну что, они же все не уехали. То есть, я все это время здесь. И, ну, есть война, она, есть война. Но эта война, она где-то там, она, ну, то есть, там, где ты находишься, нет войны. Я говорю, ты хоть раз была на фронте, там где-то вокруг тебя стреляли, ты видела хотя бы. Я была в бомбоубежище. Ну, хорошо, была в бомбоубежище, я был в бомбоубежище. Сколько времени ты находишься в бомбоубежище? Ты находишься в бомбоубежище, там, я не знаю, ну, полпроцента времени. Но 99,9% времени ты же не в бомбоубежище. Но человек, он выстраивает как бы у себя в голове, он устраивает у себя в голове свою какую-то модель мира, в которой он живет. И это его выбор. Всегда то, что человек выстраивает у себя в голове, это его выбор. И он говорит, если человек выбирает чувствовать себя жертвой, значит он верит в это, и он жертва. Теперь он предлагает способ выходить из этого состояния жертвы, свой способ, а я потом предложу свой. Он предлагает выходить из состояния жертвы через маленькие решения, очень грамотно. То есть он говорит, вот например, ты чувствуешь себя жертвой в семье, кто-то чувствует себя жертвой в семье, кто-то чувствует себя жертвой на работе, кто-то чувствует себя жертвой в государстве. Он говорит, смотри, начни делать маленькие шажочки, которые ты выбираешь, но он предупреждает здесь, не надо резких движений, не надо резких движений, не надо вот этих вот прямо обратно идти в другую сторону, все, я там сейчас всем докажу, все, не надо. Ты чувствуешь себя жертвой на работе, ты выбираешь на работе, например, в какой-то свой выбор, то есть ты начинаешь потихоньку-потихоньку менять ситуацию по маленькими шагами, каждый раз акцентируя на том, что вот теперь мой выбор, я буду делать так, я буду делать так. Тебе не нравится твоя профессия? Вот, например, Максим Перенчук, он стал программистом, научился программировать. Пожалуйста, у меня есть друг Эйтан Бердер, он выучил за 9 месяцев программирование. То есть каждый человек может, тебе не нравится то, что с тобой происходит, начни менять, выбери, менять по чуть-чуть, это его способ. Но и каждый раз, когда ты меняешь, то ты, значит, делаешь маленький шаг и ты акцентированно говоришь, это мой выбор, это мой выбор, это мой выбор. Теперь я лично, ну сам мой метод был какой? Вот смотрите, например, человек себя осуществляет жертвой в семье. Он осуществляет себя жертвой в семье, что он делает очень много для, и он чувствует себя жертвой. Почему он чувствует себя жертвой? Он говорит, я хочу по-другому, но я делаю вот так, как я делаю. Знаете, есть вот эта вот книга, такой психолог Лобковский, хочу и буду. Он говорит, что все люди там в Высшем Советском Союзе живут в неврозе, они не делают то, что они хотят. И они, поэтому им тяжело, и они поэтому мучаются. Делай то, что ты хочешь. Но я здесь с ним, с одной стороны, согласен, но хочу внести небольшую поправку. У человека есть глубинные ценности. Например, у человека глубинная ценность семья. И он хочет жить в семье. Теперь, но у него есть желание пойти набухаться и там затусить где-то с друзьями. Это тоже желание. Теперь как быть? Глубинная ценность его это жить в семье, жить с семьей, быть хорошим мужем, помогать жене и так далее. Это его глубинная ценность. Его желание в данный момент, он насмотрелся фильмов, о чем говорят мужчины. Ему вкачали в голову там, ну, в СМИ, и он смотрит Инстаграм, там его друзья, которые развелись, постят фотографии, они тусят. И он думает, эх, я жертва. Вот я, значит, живу же, они тусят. Но у него есть желание, с одной стороны, верхнего слоя желания. Такое быстрое желание, которое сейчас возникло от просмотра. Это уйти куда-то. Но у него есть глубинное желание, в котором он вырос. Это его ценность, семья, верность, быть хорошим мужем, там, хорошим отцом и так далее. Теперь, что значит хочу и буду? В любом случае, это два прямо противоположных желания. Какое из них выбрать? И вот в этот момент, когда человек осознает, что у него есть его глубинные желания, а самое глубинное желание человека, это стремление ко Всевышнему и стремление к вечности, сохраниться, остаться, не исчезнуть. Теперь, когда ты осознаешь свое вот это глубинное желание соединиться со Всевышним, тогда у тебя жизнь превращается совершенно вообще, ты попадаешь в другое кино. Ты попадаешь в другой абсолютно сериал, в другой фильм. То есть у тебя есть глубинное желание через выполнение заповедей Всевышнего соединяться с Богом. У тебя есть желание твоей ценности, которые сформировались на протяжении прошлых этапов жизни, но которые являются более глубиной частью тебя. У каждого человека есть набор ценностей, которые вот для него реально, для него важны. Так сформировалось в течение жизни. И у каждого человека есть верхний слой вот этих вот желаний, которые мелькают, мелькают, мелькают. Что выбрать? Действительно человек должен выбирать. Он должен хотеть и делать. Вот это то, что нам в детстве говорили, хотеть не вредно, или там хочется-перехочется. Правда, это все абсолютно правдивые выражения. Но жизнь человека становится действительно наполненной и радостной, когда он выбирает и когда он делает то, что он хочет. Но какой из этих трех слоев выбрать? Или выбирать всеуминутные желания, которые обычно спровоцированы маркетологами. Это верхний слой, да? То, что человеку хочется, это ему все показали реклама, реклама, реклама. Есть более глубокий уровень. Не, Александр, я не согласен. Это мои ценности. Моя ценность, например, это обучение, да? То есть моя ценность обучения, я люблю учиться. Это моя ценность, я кайфу, когда я учусь. Теперь и есть глубинная ценность служить Всевышнему и прожить свою жизнь так, чтобы потом на выходе радоваться и идти на следующий уровень игры с большим запасом биткоинов. Назовем это так. Это духовный твой запас, который ты получил при жизни. Что из этого выбрать? И вот у меня, например, ситуация. Бывает ситуация, когда все эти три слоя противоречат друг другу. Все три слоя. Сиюминутное желание, оно говорит, там, например, наливай да пей. Да? Образно. Глубинное желание, говорит Искак. У тебя же ты всю жизнь здоровый образ жизни, ты любишь здоровый образ жизни, это твоя ценность. Но это я хочу. Тут у меня друзья говорят, Искак пойдем затусим, там вообще класс, ну то есть вообще живем, отдыхаем, раз живем, все. И красиво, то есть то, как умеют продавать удовольствие такие быстрые, они умеют их продавать. Значит, есть хотелка, есть глубинная ценность, а есть служение Всевышнему. Которое, служение Всевышнему для меня это мой выбор как главная ценность. Теперь я думаю, о, я значит сейчас могу с ними затусить. Хотелка. В это время я буду сам, значит здоровый образ жизни, буду пить воду. Я буду их возвращать к Всевышнему для того, чтобы они, значит, для того, чтобы они стали более религиозными и меньше там согрешили. Образно. Да? Что получается? Получается, что все три уровня интегрировались. И когда ты выбираешь, это и есть первый навык высокоэффективных людей, проактивность. Ты не реактивный, ты выстраиваешь то, что ты будешь делать изнутри, исходя из своих ценностей, исходя из осознанности, исходя из понимания себя. И всегда надо выбирать Всевышнего. Почему надо всегда выбирать Всевышнего? Никогда не проиграешь. Если ты выбираешь волю Всевышнего как главную движущую силу, а у себя ты установил, что мое я, мое главное, моя часть, это моя душа, а не мое тело и не какие-то хотелки. Никогда не проиграешь. Это лучшая стратегия. Так как у нас осталось, уже не осталось времени, одна минута, да? То есть второй книги, из второй книги, значит, мы что учим? Первое, мы выучили, что выбирать, это и есть путь к радости. Что у нас крадет радость? Это ощущение, что я курбан, что я жертва. Из этого ощущения надо всегда выбираться, очень сильно надо из него выбираться, потому что по факту мы всегда выбираем. Даже выбирая назвать себя жертвой, это тоже выбор. Но эту книгу мы тогда отложим на завтра. Здесь тоже очень важная такая вещь. Но эта книга называется «Улыбайтесь, улыбайтесь». Он говорит, у вас есть критерий. Если вы выбираете радоваться и улыбаться, то вы пройдете среди всех жизненных ситуаций, и вам будет весело. Всегда вспоминайте, что Бог хочет от нас радости. Все, всем удачи, успехов, прекрасного дня. И выбираем, подумайте, да, что у вас важно, какие ваши действительно есть ценности, которые... Вот у меня все записано. У меня как бы нету, если я забываю, у меня есть записано, да? Вот мои ценности, вот мои главные такие, да, сильные качества, которые у меня есть. То есть я... И вот эти вот хотелки верхнего уровня, действительно, как нас учили родители, это очень правильная мудрость. Хочется, перехочется. Хотелки, они как волны. Она пришла и ушла. А ценности, они всегда сигналят. Да, ценности, это то, что важно по-настоящему. Поэтому, когда я бы взял, переделал бы первый вот этот принцип Лобковского «хочу и буду», узнай, что ты хочешь по-настоящему, и вот это и делай. И даже если то, что ты хочешь по-настоящему противоречить каким-то твоим сиюминутным хотелкам, хотелки пройдут, а ценности, они останутся. Все, всем удачи, успехов, прекрасного дня. И спасибо вам, что вы приходите на уроки. Спасибо, что поддерживаете Вайкра, поддерживаете нашу платформу. Наша цель – это нести божественный свет людям, чтобы знание именно Тора – это свет, который соединяется со Всевышним. И когда у каждого внутри будет много вот этого света, осознанности, знания, весь мир придет тогда к шалому. Шалом – это шламут, совершенство. И будет мир внутри, мир в семье, в отношениях. И мир будет тогда во всем мире. Будем жить и радоваться. Все. Но мы должны вначале жить и радоваться, а потом будет мир. Удачи, успехов, всего хорошего. Удачи, успехов, всего хорошего.